На Кипре суд приговорил серийного убийцу к 7 пожизненным срокам. 16.13. Афины, 24 июня Рия Новости. Кипрский суд в понедельник приговорил 35-летнего военнослужащего к 7 пожизненным срокам заключения за убийство семи женщин и детей по одному пожизненному сроку за каждую жертву, сообщает кипрское издание Филелефтирос. Издание назвало экспресс-процессом судебное разбирательство, но завершилось за одно заседание. Утром в понедельник 35-летний капитан Никос Митаксес выступил в суде, куда он был доставлен в бронежилете, под усиленным конвоем и без адвоката. Он признал вину в убийстве пяти женщин и двух детей и извинился перед семьями жертв, а также перед своей семьей. Он сказал также, что понимает все последствия своих действий. Председатель суда в своем решении отметил, в частности, что обвиняемый, не колеблясь, убил двоих детей, лишив их драгоценного блага жизни. 12 июня, 21 час. В озере на Кипре нашли тело последней жертвы серийного убийцы. Это первый случай серийных убийств на Кипре. Семь пожизненных сроков – самое суровое наказание, назначенное на Кипре до настоящего времени. До этого к пяти пожизненным срокам были приговорены убийцы пяти человек, преступление было совершено в Айонапе 23 июня 2012 года. Дело серийного убийцы. В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсора. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже осознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие иностранки, в том числе и две филиппинки. Тело жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника. По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявление об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипроникос Анастасий Адис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции. 24 мая, 4-5 в США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джолунга.